Приветствую всех, братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста, в Доме Божьем. Давайте откроем Иван для от Луки, 11 главу. Я назвал проповедь свою сегодня «Наше положение глазами Божьими». И прочитаем с 5 стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаимы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему, а тот изнутри ему в ответ скажет, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Притча. Господь часто употреблял притчу, чтобы открыть нам истину. Притча. Значение этого слова следующее – положить что-то рядом, то, что наглядно будет показывать или доказывать, или открывать. И вот Господь приводит такой простой жизненный пример. Понятно, что этот пример, он из культуры еврейского народа, тех времен, и нужно заметить вначале, что евреи жили в таких домах, где обычно была одна комната, где они все спали, все с семьей. И поэтому можно понять выражение и ответ того друга, который сказал, что «дети мои со мною», это означало, что если я встану, то я разбужу всех, и поэтому ты внес как бы такое… Как правило, двери закрывались уже на ночь, когда уже все отдыхали, чтобы никто не беспокоил. В течение дня были двери открыты, и тот хлеб, в котором все нуждались, обычно испекался на один день, чтобы он был свежий. Но вот здесь такая ситуация, что друг пришел и попросил хлеба, и поздний визит этого друга заставляет другого друга идти к своему другу, просить хлеба. Вот я хотел бы также вот это отметить и обратить ваше внимание, что вот был друг, а к этому другу пришел друг. Но этот друг идет к следующему другу. И вот почему я назвал проповедь «Наше положение» глазами Божьими. Давайте увидим, что у нас тут, оказывается, много друзей. У тебя есть друг, один, который к тебе приходит, и из этого друга иногда ты вынужден идти к другому другу, просить что-то, чтобы помочь этому другу. Можно, в принципе, на этом закончить мою проповедь, но я думаю, мы побольше порассуждаем на этом. Что вот наше положение, друзья, глазами Божьими. Мы должны понимать, что у нас тут не враги на земле, у нас тут друзья. И наше положение с вами, оно обязывает идти к другу, лучшему нашему другу. Я думаю, вы догадываетесь, кому нам нужно идти. А наш лучший друг – это Господь Иисус Христос для того, чтобы помочь тем друзьям, которые его не знают. Слышите меня? Вот об этом мы сегодня будем говорить. И вот, наверное, это положение, если так выразиться, наше глазами Божьими, оно обусловлено, ну, посредничеством нашим. Мы должны быть вот этими посредниками. Вы знаете, в Ветхом Завете священники были вот этими посредниками между людьми, между народом и между Богом. Их служение заключалось в этом. Они обязаны должны были нечто брать у Бога и передавать это народу, не искажая, и передавать это, чтобы оно было благословением. Вот наша роль на этой земле. Вот наше с вами положение на этой земле. Итак, мы с вами, дети Божьи, мы с вами те, кто знает нашего Спасителя, нашего Бога. Мы называем Его нашим другом. Бог является по отношению к тебе не врагом, Он является к тебе, Он является к тебе твоим другом. Мы примирились с Ним благодаря крови Христа. Мы стали с Ним в этот вечный нерушимый завет. Он любит нас. Как Иисус, помните, сказал, «Я не называю вас врагами, я называю вас друзьями». И мы стали действительно друзьями Богу нашему. Это очень важно знать. Это великая для нас с вами истина о том, что мы по отношению к Богу уже друзья. Мы стали близкими. Мы Его дети. И мы... Как это положение мы должны использовать для себя? Как мы... Что это значит для нас, наше положение? Оно открывает для нас новую ответственность. Вы знаете, вот это... В этой притче вот этот друг, который пошел к своему другу просить хлеб, он понимал вот этот долг, вот эту ответственность в том, что вот поздний гость, друг его пришел к нему, но ему нечего предложить. И он понимает, что эта нужда, она на нем. Он не сказал, что «Ну, это твои проблемы, ты поздно пришел, у меня уже ничего нет, дети, уже хлеба нет в доме». Поэтому он так не думал, но он встал поздно, несмотря на то, что он будет выглядеть неудобно в глазах своего старшего друга, но он идет к нему своей просьбой, своей нуждой. И нужно отметить, друзья, что вот люди, которые к нам приходят, которые по отношению к нам тоже друзья, и которые испытывают нужды, мы можем сказать, что мы должны на них смотреть, как на друзей. Это не те, которые вот нас мучают, как-то напрягают нас, это не те, которых мы должны избегать, но мы должны быть открыты к их нуждам. Мы должны слышать их. Почему? Потому что наше положение глазами Божьими таково. Бог ожидает, что мы им поможем. Помните, когда-то ученики заметили, что множество народа со Христом было, и они уже проголодались, они уже, ну, там были дети, там были женщины, они заметили это, и они понимали, что у них ничего нет, они ничем не располагают. И они обращаются к Богу с таким, что вот, Господи, вот. А помните, как Господь им сказал, вы дайте им есть. Не нужно вам идти в город, покупать хлеб, но вы дайте им есть. И кажется, из уст Господа это слишком большое требование было для них. Почему? Потому что у них ничего не было. И порой мы относимся к Богу с таким непонимаемым, Господи, ну как я могу служить? У меня нету времени, у меня нету сил, у меня нету здоровья. Я сам нуждаюсь, чтобы кто-то мне послужил. Господь, Твое положение, Господь говорит, что Твое положение, оно другое. Ты тот, кто, как эти ученики, и он сегодня тебе и мне говорит, вы дайте им есть. То, чем ученики располагали, и то, что они не знали об этом, это уже другой вопрос. И многие из нас сегодня, мы в церкви до сих пор так думаем, что вот мне бы кто послужил, но ты просто не знаешь того, чем ты располагаешь, как эти ученики, и что ты действительно можешь дать. Ты можешь послужить. И для них, может быть, это было немножко обидно, но что они могли подумать? У нас ничего нет, мы бедные. И вот эта бедность, она выступает вперед и говорит тебе, у тебя ничего нет, ты не можешь дать ничего. У тебя есть. У тебя есть друг, у которого все есть. У тебя есть Бог, который может дать тебе. Но если твое сердце будет открыто к тому, чтобы восполнять нужды тех друзей, которые в твоем доме, которые испытывают нужды, ты можешь им дать. Слышите меня, братья и сестры? И вот наше положение, я еще раз повторяюсь, оно обязывает нас так рассуждать, так думать, так жить, так поступать, чтобы мы могли дать кому-то. Я заметил, что некоторые люди попадают в такое вот состояние или положение, они почему-то думают, что им все должны. Вот мне должны помочь, вот меня должны понять, вот в мое положение должны войти, как будто твое положение отличается от других людей. Мы смотрим на других людей, нам кажется, что у них так все хорошо. Друзья, мы должны понять, как Бог на нас смотрит, что Он от нас ожидает. ведь мы можем делиться, мы думаем, что те люди, у кого есть, у кого много есть, они должны делиться. Нет, бедная вдова поделилась тоже. И даже если у тебя есть то малое, ты можешь этим служить. Я хотел бы потом немножко позже указать, чем мы можем делиться, именно, что именно Бог ожидает, чем мы можем делиться и в чем нуждаются люди. Но нужно сказать, что те, или вот этот друг, который стал поздним гостем, и который нуждался в хлебе, и который обязывает нас пойти к нашему другу, чтобы просить, мы должны сказать о них, что они не знают того друга, какого мы знаем. Они не знают Христа. И вот эта простая истина тоже нас обязывает служить этим людям. мы должны понимать, что они Бога не знают. Они еще с Ним не подружились. Когда ты смотришь на людей в этом мире и думаешь, ну почему, вот они не меняются и так дальше. Они не знают Бога. Ты знаешь Его. У тебя есть Божья благодать. У тебя есть Слово Божие. У тебя есть обетование. У тебя есть такое великое средство Божьей благодати, как молитва, как общение с святыми, с братьями, с сестрами. Они не имеют этого. Они Бога не знают. Они далеки от Него. Мы иногда предполагаем, что они знают, но они знают о Нем, но они не знают Его. И это большая разница. Ты знаешь Его. У тебя есть отношение с Ним. Он является другом по отношению к тебе, и ты друг по отношению к Нему, но они не имеют этих отношений. И мы должны учитывать это как важный фактор в нашем служении. Мы должны через эту истину смотреть с пониманием на этих людей. Они не знают Бога. Но ты знаешь, у тебя привилегий, у них нет. Они не знают, в какую дверь постучать. Они не знают, как прийти к своему Богу. И вот это наше положение. Ответственное положение. Аминь. Поэтому давайте будем вот этими посредниками. Давайте будем теми, кто служит нашим друзьям, кого Бог приводит в наш дом, понимая, что у нас есть лучший друг, который нам даст все для того, чтобы мы могли удовлетворить их нужды. Аминь. Вот я хотел бы привести пример жизни Давида. Вы помните, я не буду читать вам эту историю, она записана во второй книге Царств, когда его сын Авесолом, он сбунтовался против Давида. И Давид оказался в крайне тяжелом положении. Наверное, это положение было самым трудным в его жизни. Вы помните, что он вынужден был бежать. Он вынужден был идти. И причем очень поспешно, потому что его жизни угрожала опасность. И вот спасая свою жизнь от родного сына Авесолома, Писание говорит во второй книге Царств, в 15 главе, 30 стихом сказано, «И пошел Давид на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова его была покрыта, он шел босой, все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали». То есть они были, они даже, наверное, не замечали того, что и головы покрыты, это был знак глубочайшей трагедии, смирения перед Богом, когда они покрывали себя вретищем, и они шли босыми, они шли все и плакали от безысходности, плакали от того, от той нужды, которую они испытывали. И он, знаете, если бы он бежал от врага своего какого-то, не так было больно Давиду, но он вынужден был уходить от своего родного сына Авесолома, которого он любил. И вот в это, наверное, пожалуй, самое горькое, тяжелое такое время для Давида, некоторые люди, они каким-то образом поняли, что Давид находится в такой крайней нужде, и несмотря на то, что он царь, знаете, что они сделали? Они, написано в 17 главе Второй книги царств, с 27 стиха, написано, «Когда Давид пришел Маханаим, то Сови, сын Иаса из Рави Амантийской, Махир, сын Амиила из Ладывара и Верзилин Галая Дитянин из Раглима, принесли постели, блюд, глиняных сосудов, пшеницы, ячменя, муки, пшена, бобов, чечевицы, жареных зерен и меду, и масло, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они, народ голоден, утомленный, терпел жажду в пустыне». Смотрите, в Библии есть много людей, которых мы называем великими, выдающимися в глазах Божьих, люди веры, такие как Моисей, тот же Давид, Самуил и так дальше. Но вот эти люди, казалось бы, сделали такую вещь, но они сделали великое дело. Они увидели, что Давид, царь, он в такой нужде. И они собрали то, что посчитали нужным, необходимым, вещи первоочередной нужды, а именно постель, блюдо, потому что они спали, наверное, там где-то на траве, я не знаю, если они поняли, что нужно даже постель принести из жареных зерен, и меду, и все, и там продукты, и все эти продукты перечислены, чтобы принести Давиду, потому что он в нужде. Вы знаете, на прошлом воскресенье звучало о Навале, человек, который, знаете, так поступил с Давидом очень жестоко и безумно по отношению к Давиду, когда он сказал, неужели мне взять мой хлеб, мою воду, как там написано, и мое мясо, приготовленное мною, и отдать людям, о которых не знаю. Давид тоже был тогда в нужде, но здесь мы видим вот этих троих, которые послужили Давиду и поддержали его. Насколько это важно, насколько это замечательно, когда вот подвиг, я называю это подвиг людей, а ведь они рисковали. Если бы они на пути попали с Авесоломом, если бы они для них это закончилось бы смертью, потому что Авесолом сильно враждовал против отца своего Давида, а эти люди шли поддержать его, но они даже рискуя своей жизнью и понимая, что Давид как царь испытывает такую нужду, они решили послужить, они стали теми посредниками, они поняли, что вот хоть он и царь, но он в нужде, он нуждается, ему сейчас нужна поддержка, он терпит голод, ему не на чем спать, они подумали про него и позаботились о нем в такой вот час, в такой момент. Вы знаете, не всегда царь будет испытывать такие нужды, но когда испытывает такие нужды, важно, чтобы кто-то его поддержал. Не всегда у нас есть тоже нужды, и у наших братьев, сестер, но когда у них есть нужды, важно нам быть теми, кто видит эти нужды и послужит для них. Аминь. Я помню в начале 90-х, когда я переезжал в Уральский, я собирался перевозить семью, и я так беспокоился, где же мы будем жить, где мы остановимся, и вот там братья и сестры, некоторые любезно сняли на один год нам одну комнату квартиру, я помню, когда я приехал в эту квартиру, зашел туда, знаете, у меня такой комок здесь стоял, мне хотелось плакать, я думал, ну это будет простая квартира, но когда я зашел туда, там был диван, там была небольшая такая стенка, там стоял стол на кухне, на стенке уже висело пару ящиков, и даже, я помню, вот этот букет с цветами, желтыми цветами кто-то поставил на этот стол, не так было, знаете, и через несколько дней там не было холодильника, я помню, кто-то из неверующих, мужей, тех сестер, которые стали верующими, кто-то из неверующих, двое мужчин, утром постучали в дверь, и принесли мне такой небольшой холодильник, то есть, все, вот этот минимум, знаете, прожиточный, можно так сказать, все нужно, необходимо и нужно, мне привезли туда, я помню это, и ценю это, труд этих людей, их внимание, в тот момент, когда я был в такой нужде, они принесли, позаботились, друзья, есть те, которые нуждаются, но если мы будем понимать наше положение, настоящее, реальное положение перед Богом, конечно, мы испытываем все нужды в той или иной степени, возьми любого, каждого из нас сейчас, и спроси, есть ли у тебя нужда, может быть, физическая, может быть, материальная, может быть, еще какая-то, я не знаю, кредиты, долги или обязательства перед банком, у каждого из нас есть нужды, но Бог видит нас и ожидает нас, что мы поймем наше положение в Его глазах, какое оно на самом деле, мы те, кто можем служить этим людям, мы те, кого Бог желает использовать, и мы будем приходить к Нему с тем, чтобы послужить тем, кто вокруг нас, кто в нашем доме, кто близко к нам, кто является нашим ближним, аминь. И последнее, что хотел бы я вот обратить наше с вами внимание, вот в этой притче, по сути, эта притча, которую говорит Господь, она можно сделать заключение о том, что мы должны всегда быть настойчивыми в молитве и ожидать от Бога. Но заметьте, как здесь сказано в конце, как Господь подытоживает, хотя положение вот этого друга было таким непростым, что он был вынужден прийти ночью, поднять с постелью своего друга, и уже ответ такой прозвучал, что ты меня не беспокой, потому что дети мои со мною, насмотрите, какое заключение он делает. Я говорю вам, если он не встанет и не даст по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ему сколько просит. Заметьте, какие отношения у нас могут быть? Две формы отношений по дружбе и как по неотступности. Вот я бы хотел, чтобы мы увидели разницу, потому что действительно у нас с Богом бывают вот такие два типа отношений. Помните, Авраам был назван кем? Другом Божьим. Почему? Да потому что Авраам знал Бога и общался с Ним всегда. И помните, однажды Господь как сказал об Аврааме, когда собирался уничтожить города Содом и Гоморру? Господь говорит, скрою ли я от Авраама что-то? И он рассказал Бог, открыл ему, поделился вот этим откровением своими планами, своими намерениями. Почему? Потому что его племянник Лот был как раз там в опасности. И более того, написано, что вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. То есть получается ради Авраама Бог позаботился о Лоте. Вот такие были близкие отношения у Авраама с Богом. Он был другом. Знаете, я думаю, что мы верующие люди, мы должны понимать и должны стремиться к таким отношениям, быть другом у Бога. Когда ты еще, может быть, подумал, не помолился, но ты знаешь, что Бог знает и Бог ответит. Это не значит, что тебе не надо молиться, надо молиться всегда. Потому что мы молимся близко с Богом, мы Его друзья. И потому что мы заповеди Его исполняем. Знаете, как Иисус сказал еще, что, почему Он назвал нас друзьями? Кто соблюдает Слово, да, мое, тот мне и брат, и мать, и сестра. Помните, Господь, как-то ответил. И кто соблюдает Его заповеди, тот является другом по отношению к Нему. Вот я бы хотел, чтобы у меня были такие отношения с Богом. Но здесь, знаете, вот это слово, оно полно утешения для всех, кто вот сейчас молится, может быть, не получил ответа. Но даже если ты не смог вот с Богом выстроить такие отношения, ты не можешь с полной уверенностью сказать, что Бог является твоим другом, и у тебя нету такой близкой дружи с Богом, то Господь говорит, по неотступности получишь не переживать. Даже если ты будешь стучать, будешь просить, Бог милостивый. Помните, в другом, как дальше сказано, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? И Господь этим указывает на то, что Отец Небесный, Он гораздо милостивее, чем наши земные родители, Он никогда не даст вместо хлеба камень, вместо рыбы змею. И поэтому даже если у нас не так, мы еще такие вот, ну не смогли с Богом выстроить отношения, как Авраам, чтобы по дружбе получать, вот так сразу по неотступности получишь, Господь говорит. Поэтому стучи, проси, молись, не унывай. И в 18 главе Луки приводится пример этой вдовы, помните, которая вот просила, ходила, искала помощи у судей неправедного. И Господь говорит, судья неправедный, ну она мне надоела, поэтому помогу ей. И Господь говорит, слышите, как говорит, судья неправедный, Бог ли не защитит детей своих, вопиющих ему день и ночь. Мы иногда думаем, что Бог, вот он, я молюсь, молюсь, плачу, и Бог как будто не слышит, нет, друг, по неотступности получишь. Но Писание говорит, что лучше по дружбе, знаете, вот я как-то разделяю вот два типа отношений. Вот я бы хотел, чтобы так быть близко к Богу, чтобы помолиться, Господь, вот прихожу к тебе, и Господь, знаю, дитя, что ты нуждаешься в этом. И если даже не получит того, что хотел, то он скажет, как обстоят дела вообще. Строй отношения с Богом. Пусть Бог будет нашим лучшим другом во всем. Открывай ему свое сердце. Делись с тем, что у тебя на сердце. Говори, открывай ему все, что есть у тебя. Самый лучший друг, кому ты можешь доверить абсолютно все, что у тебя есть, это Господь. Потому что он никогда не обманет, не подведет, он никогда не предаст, он является лучшим, он является настоящим твоим другом. И не забудем, друзья, что наше положение глазами Божьими обязывает нас участвовать в нуждах других людей. И что же это за нужды? Конечно же, материальные нужды тоже. Но материальные нужды, это прежде всего пища, одежда. Это самые насущные нужды. Конечно, есть жилье, но то, что каждый из нас, мы можем послужить друг другу, это накормить голодного и одеть на голову. Но более того, разве это единственное, что нас обязывает? У нас есть Слово Божье, у нас есть Евангелие, у нас есть небесный хлеб, которым мы должны делиться с этим миром. И разве то наше спасение, которое мы получили и приняли от Господа, и то наше положение, опять же, которое обязывает нас нести людям, которые не имеют этого хлеба, нести этот хлеб. Ранее двумя неделями как-то пришел ко мне один брат, мы так общались долго, я его долго выслушивал, и у него были такие духовные нужды. Он делился со мной, рассказывал, и в ходе разговора я спросил у него, а что ты делаешь, чем ты занимаешься? Он говорит, я вот езжу, кормлю с братьями и сестрами в районе бездомных, я говорю, слава Богу, молодец, это же такое хорошее служение. И вот он рассказывает такой простой пример, говорит, да, недавно там одна девушка, ей 27 лет, и она жила где-то на трубах, в общем, в ужасном положении она была, говорит, мне пришлось ее взять, там, повозить на машине, повез туда, чтобы навести справки, для того, чтобы приняли ее в наш приют, в наш репцентр, но там не получилось, потом туда, ну, в общем, пришлось повозиться, и там не получилось, повозил, повозил, но потом все-таки сделали все необходимое, ее приняли, и говорит, и для меня такая радость, когда я увидел ее в церкви, и она уже совсем другая. И я так это запомнил в разговоре, думаю, вот, что приносит благословение в нашу жизнь, когда мы видим то, что мы кому-то что-то сделали доброе, хорошее, когда мы видим этого человека в церкви. Большое дело то, что этот человек, мы его накормили, и мы его переодели, но самое большое, знаете, то, что мы дали ему вот этот хлеб, то, что мы дали, поделились вот этим словом, поделились и рассказали о Христе, о спасении. Друзья, давайте будем это делать, давайте будем служить людям таким образом. Я знаю, что есть множество примеров в нашей церкви служения. Наша церковь несет действительно это служение и не только в районе, там, в Свердловском, знаю, на Гаеве, в других районах, в других местах, когда мы разделяем хлеб с голодными. Это большое дело, но мы должны нести Евангелие. Знаете, что нас еще обязывает, наше положение нести? Нести наш характер, который мы приобретаем у Христа. Ведь характер мы сами изменить не можем свой. Любовь мы не можем так проявлять людям, знаете, наша любовь будет какой-то, мы будем ее, если у нас нет того, что мы можем предложить, нам нужно сходить к нашему другу. Нам обязательно нужно сходить, потому что, ну, если, нам нужно осознать, что у меня нет хлеба этого, которому он нуждается, поэтому я должен идти к нему, получить у него. И поэтому, говоря о нашем характере, ну, что мы можем? Наша любовь, наше благочестие, наше человеческое, оно пустое и ненужное людям, но то, что мы получаем у Христа и даем людям, это важно. Истина, которой у нас нету, мы не обладаем. Некоторые думают, что вот они родились, и они уже обладают познанием истины, это не так. Истину нужно получить у лучшего друга, у Христа. Слово Божие, и истину нужно получить от Него, откровение. Ее нужно получить в молитве, на коленях, ее нужно получить, имея отношение с Ним, нужно ее получить, когда ты станешь другом Богу, и тогда ты сможешь ей поделиться с тем, кто в ней нуждается. Аминь. Давайте будем этим делиться. Это, собственно, все, о чем хотелось сегодня поделиться. Давайте мы встанем для молитвы. Господь является лучшим другом, Он является щедрым Богом. Он желает давать. Он желает, хотя в этой притче говорится о том, что Он услышал за дверью, за закрытой дверью, что дети мои со Мною, и мне как-то неловко будет встать, и всех напрягать. Но Господь нас, нашей, всегда ждет, что мы будем приходить к Нему, потому что Он желает давать то, в чем мы нуждаемся. Мы, и нуждаются те, которые по отношению к нам, мы обязаны им давать. Давайте будем осознавать наше с вами положение перед Богом, который обязывает нас делиться и давать. И, может быть, сегодня в этом собрании есть человек, который не знает Господа, и вы, может быть, еще далеки от Него, и у вас нет отношения с Ним, то сегодня мы хотим дать вам эту возможность приобрести лучшего друга в жизни, самого Господа Иисуса Христа. Он для этого пришел на землю, Он для этого умер, пострадал, пролил свою драгоценную кровь, чтобы стать близким с тобой, чтобы быть твоим другом. Чтобы ты в любое время мог прийти к Нему и рассказать Ему все, что тебя беспокоит. Может быть, ты этот человек в этом собрании, и ты нуждаешься в Господе. Мы помолимся за тебя. И в Священном Писании сказано, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Мы поможем вам призвать имя Божье в молитве. Если вы тот человек, просто подними свою руку, мы будем вместе молиться. есть такие люди в этом собрании, кто хотел бы прийти и примириться с Господом. Другими словами, ты хотел бы подружиться с Богом, стать близким к Нему. Есть в этом собрании? Просто не бойтесь, не стесняйтесь, поднимите вашу руку, мы помолимся вместе с вами. Все примирились, все спасены. может быть, кто-то смотрит нас в прямом эфире. Мы не хотим лишить вас этой возможности. Давайте мы склоним голову и помолимся. Я буду говорить слова молитвы. Если вы не примирились с Богом, никогда не молились, просто помолитесь вместе с нами сейчас. Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за Твой Голговский крест, за Твою драгоценную кровь, пролитую за меня. Прошу прости все мои грехи, будь моим Господом и Спасителем. Я хочу, Господи, чтобы Ты стал моим другом. Приди в мою жизнь, наполни мою жизнь Твоими милостями и благодатью. слава Тебе и хвала за прощение грехов и дар вечной жизни. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И я хочу сказать, дорогой друг, если ты помолился такой молитвой, пусть Бог тебя благословит. Обязательно сообщите нам, сообщите нам по телефону, приходите на собрание, мы будем рады видеть вас и послужить вам. Пусть Бог благословит вас и хранит. Давайте мы еще помолимся, друзья, помолимся о том, о чем мы сегодня рассуждали. Отец и Бесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты сегодня указываешь нам на наше положение, на ту привилегию, которую мы сегодня имеем через Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего. Мы благодарны, что сегодня Ты ожидаешь, Господи, от каждого из нас, что мы будем приходить в Твое святое присутствие, что мы будем приобретать у Тебя, Господь, все то, в чем мы нуждаемся сами, в чем нуждаются люди, которые вокруг нас. Помоги нам быть теми, кто будет служить другим. Господи, помоги нам действительно проявлять ту настоящую любовь, которую Ты вкладываешь в сердце верующего человека, чтобы нам не просто называться, но поистине быть детьми Божьими. Помоги нам быть такой церковью, помоги нам быть такими братьями и сестрами, которые участвуют в нуждах других людей. Благодарим Тебя, славим и превозносим. Ты наш Господь, Ты наш Бог, Тебе слава и хвала, честь, величие и поклонение. Пусть Твоя истина, Господь, она глубоко проникнет в наши сердца, в нашу жизнь. И пусть вот эти святые Божьи принципы, они руководят нашей жизнью. Чтобы мы могли всегда помнить, Господь, что наше положение, в котором мы находимся, это прежде всего наша привилегия и возможность участвовать в нуждах других людей. Помоги нам, Господь, быть людьми веры, помоги нам быть людьми теми, кто имеет открытое сердце, имеет общение с Тобою. Тебе слава и хвала, Отец и Дух Святой. И весь народ скажет Аминь. Слава Господу! Тебе слава, Отец и Дух обои. ! Отец и Дух Продолжение следует...